Искандер Аязович Это очень большой, очень глобальный вопрос. Действительно, это событие для Восточной Европы в середине XVI века. Это событие эпохальное. Я бы его даже так определил. И, естественно, для казанского ханства это одно, для татарского народа, а для московского государства это нечто другое. Но здесь, наверное, нельзя говорить о том, что это огромный успех. Потому что у этого успеха есть и своя другая негативная страна. Вы имеете успеху русского государства. Да, да. Я могу это довольно долго и подробно объяснять. Но в любом случае я сначала обращу внимание на следующий момент. То, что с 1552 года самое важное для московского государства то, что изменилось его качество. Вот над этим, к сожалению, не так много и часто задумывается. Потому что московское государство с этого времени становится по-настоящему многоконфессиональным, многонациональным. Это раз. Во-вторых, московское государство переступает определенную политическую черту. Потому что до первой половины XVI века московское государство реально занималось собиранием земель бывшего киевского государства. То есть те земли, которые исторически когда-то принадлежали Люриковичу, за небольшим исключением. То есть в целом она выполняла свою историческую миссию по собиранию русских земель вокруг Москвы. После 1552 года московское государство приобретает новое качество и оно приступает к собиранию земель Золотой Орды. То, что я в предыдущей передаче говорил о том, что московское государство в какой-то степени является политическим преемником Золотой Орды, этим фактом и доказывается. Потому что после этого завоевывается Казанское ханство, потом Астрахань, потом дальше идет Восток, Сибирь, потом наступает очередь Крымского ханства. Фактически в конце XVIII века эта миссия заканчивается. Потом еще дальше будет продвижение в Среднюю Азию и так далее. Вы в начале программы сказали, что какую-то неоднозначную оценку даете и для русского государства. Я бы так сказал, что в определенной степени именно с этим продвижением на Восток после завоевания Казанского ханства для российского государства наступает период экстенсивного развития. То есть получается так, очень любопытно, что после Казанского ханства, в походе на Казань принимал участие по некоторым данным от 100 до 150 тысяч человек, достаточно приличная армия. После Казанского ханства наступает очередь Астрахани. Астрахань была намного слабее, чем Казань. И там уже особых сильных, больших усилий не потребовалось для взятия Астрахани. Потом наступает очередь, допустим, Сибирского ханства, которое уже было взято отрядом Ермака 800 человек. Представьте себе эту цифру. 800 человек. А дальше открываются бескрайние просторы Сибири. То есть для Москвы создается такой соблазн быстрого и без особых усилий продвижения на Восток. И это замедляет темпы экономического развития. Потому что государство экономически начинает существовать за счет внешней экспансии, за счет приобретения новых территорий. И это замедляет темпы экономического развития. В 17 веке это становится особенно заметным. А то есть до этого Московская Русь-Анар и шла по интенсивному пути развития? Ну это тоже довольно-таки спорный вопрос. Это вопрос проблемный. Дело в том, что ведь Московское государство, по крайней мере, исторически присоединяло территории, которые были когда-то составной частью Киевского государства. То есть, по крайней мере, мы можем говорить, что после 1552 года темпы экономического развития Московского государства замедляются. Поэтому нельзя говорить, что, наверное, очень, так скажем, убедительно о том, что Москва была очень интенсивно развивалась или интенсивный путь развития. Там были большие экономические проблемы, безусловно. Но, тем не менее, Московское государство довольно-таки сильно укреплялось именно в этот период. И в экономическом смысле тоже. То есть, вы как бы причину экономического замедления Московского государства видите не в Золотой Орде, как это принято говорить, а именно уже в после Золотой Орде. Понимаете, Ленар, ну неужели, скажем так, это мифическое Золото-Ордынское иго могло такие далекие последствия иметь? Это абсолютная выдумка, понимаете? Дело в том, что это известный факт, что это дань, которую Москва оплатила, Московское княжество и потом и другие русские княжества платили в пользу ханов Золотой Орды не превышало 10% от доходов. И это меньше, чем современный подоходный налог, который собирается. И неужели это вот такая дань могла на протяжении столетий впоследствии сказываться? А как вы думаете, у Московского государства были шансы развиваться по интенсивному пути? Знаете, ну, шансы оценивать в истории довольно сложно. И точно так же, как и не стоит применять в истории сослагательное наклонение. А что было бы, если было бы? Понимаете, Московское государство выбрало этот путь, и мы сейчас говорим именно об этом. Шансы, они всегда есть. Идти по такому-то пути, идти по другому пути, если бы я пошел по этой улице, как говорится, да? Ну, и здесь то же самое. Поэтому мы сейчас оцениваем то, что произошло реально. То есть, они, если эти шансы даже и были, то этот шанс Московское государство в какой-то степени упустило. Но это зато и последствию уловил Петр Первый, который в конце 17-го века, 18-го века вдруг, скажем так, очень отчетливо понял, что Европа-то уже ушла вперед в экономическом отношении, значит, в социальном и политическом. И поэтому как раз начинаются вот эти вот масштабные, громадные, важнейшие реформы Петра Первого, и которые действительно облик российского государства меняют коренным образом. Нет, ну, если посмотреть на современную Россию, по-моему, она до сих пор от интенсивного пути так и не ушла, и не способна уже уйти. Ну, я имею в виду, насколько действительно реальны заслуги Петра Первого в модернизации России? Ну, мне кажется, очень большие. Правда, ведь надо участвовать, как это все проводилось. Это все проводилось, конечно, очень грубо, очень жестоко даже, и за счет, скажем так, как обнищание, бедствие огромного количества населения. Но, тем не менее, никто не может отрицать, что реформы Петра Первого коренным образом изменили и темпы развития экономического, политического, культурного развития России. А к моменту своего падения Казань шла по какому пути? По интенсивному или по экстенсивному? Ну, Казанское ханство, скорее всего, тоже было, скажем так, не слишком уж сильно развитым в экономическом и в политическом отношении государства. Оно было нестабильным, оно было достаточно, так скажем, подверженным внешним влиянием и в экономическом и политическом отношениях. Поэтому вряд ли мы можем говорить, что Казань очень интенсивно развивалась. Тем более, что все-таки город Казань единственный город этого ханства, крупный город, заметный город этого ханства. А это тоже показатель экономического и политического развития. Поэтому вряд ли мы можем говорить, что Казань очень интенсивно развивалась экономически. Казань была многонациональным государством и многоконфессиональным. Были ведь не только мусульмане, были еще и язычники. А как современные поволжские народы воспринимают это государство в их исторической традиции? Как преподносится Казанская хан? Я подробно этот сюжет не изучал, но я сразу хочу подчеркнуть, что в традициях тюркских государствах была религиозная толерантность. Это в раннее время наблюдалось. В Хазарском Каганате, в самом государстве Золотой Орде также господствовала религиозная толерантность. Там была православная епархия, если даже этот факт можем упомянуть. Конечно, отношение к другим националистам и в Золотой Орде и в последствии Казанское ханство было достаточно ровным. То есть, не было такого жесткого какого-либо давления, заметного давления в культурной сфере, в религиозной сфере. И поэтому определенная часть, по крайней мере, часть элиты этих народов, ну, Марийцев, например, Чуваший, она воспринимала Казанское ханство как свое собственное государство. Я сейчас к этому подойду. И, скажем, то, что после падения Казанского ханства у нас в Среднем Поволжье возникали так называемые Черемистские войны, восстания Марийцев происходили, это тоже можно рассматривать как эпизод борьбы за восстановление независимости Казанского ханства. То есть, это бесспорный факт. Но сейчас я считаю, что историографическая традиция все-таки, особенно в поволжских наших соседних республиках, она во многом зависит от политики. Поэтому становится гораздо более выгодным говорить о том, что, ну, по крайней мере, это достаточно давно уже так было выгодным говорить, о том, что присоединение, допустим, Марийцев или Чуваший, или Башкир к русскому государству было явлением прогрессивным. И, так скажем, это можно было отметить, за это можно было получить соответствующий орден и получить какие-то политические дивиденды. И гораздо более выгодно говорить об этом, чем говорить о том, что Марийцы были, например, или Чуваши были сторонниками независимого Казанского ханства. Поэтому, я думаю, что такая традиция сейчас уже сложилась, что как-то так не особенно охотно и не особенно активно упоминается Казанское ханство, как, скажем так, государство, в котором проживали предки этих народов. Положительные какие-то элементы уже забыты, да? А вот население России в целом воспринимает Казанское ханство, как такую некую пиявку на теле московского государства, которое постоянно грабило, убивало и так далее. И, то есть, вот взятие Казани московским государством было как бы вынужденной мерой, чтобы остановить вот эти грабежи. Вы согласны с этим мнением? Это абсолютный миф, конечно, потому что никакого такого явления не было, грабежи и так далее, пиявка. Есть еще выражение в художественной литературе «воровка Казань» и так далее. Это все вбивается в голову даже, к сожалению, и молодому поколению. Учебник истории, к сожалению, очень часто такие вещи проскальзывают. И, конечно же, рассматривать отношения Москвы и Казани надо именно с точки зрения реальной ситуации тогдашней, а не с сегодняшних или каких-то политических позиций. Дело в том, что Казань и Москва были прямыми политическими конкурентами, которые боролись за первенство политическое, экономическое в тех границах, в которых существовала когда-то Золотая Орда. Да. Москва оказалась сильнее. Не более того, кто там был активнее, кто там больше совершал походов, это можно посчитать и увидеть, что фактически был паритет. То есть и Москва совершала походы, и Казань совершала походы. То есть это было противостояние примерно равных соперников. Примерно, я повторяю это слово. А что двигало русскими при движении на восток? Они на тот момент себя уже осознали как имперский народ или вот эта имперстость пришла попозже? Ну, имперскость, скорее всего, она формировалась уже в то время, можно так сказать. Дело в том, что, как я уже сказал, вот эта стратегическая цель овладения Волгой, это же важная политическая и экономическая миссия, она была уже раньше поставлена. И борьба за Казань и впоследствии проникновение на восток, это все, можно сказать, стало составной частью большого единого плана. Укрупнение, усиление государства. Ну, имперскость ведь, скажем, можно ее увидеть уже в начале XVI века в знаменитой вот этой идеологии Москва-Третья Рим, которая фактически какую-то миссианскую роль Москвы, Московского государства, подчеркнула. То есть, мы можем говорить уже о том, что начала формироваться имперскость и что дальнейшее продвижение Московского государства на восток являлось составной частью реализации этого проекта, имперского проекта. А есть мнение, что одной из задач Ивана Грозного при взятии Казани были претензии на Казанскую шапку. Действительно для него эта Казанская шапка имела такое большое значение? Ну, здесь, наверное, не надо говорить только о Казанской шапке. Здесь речь идет ведь о политическом наследии Золотой Орды. Надо вспомнить, что совсем незадолго до похода на Казань в 1547 году Иван Грозный принял на себя титул царя. А царями в традиции официальной историографии московской и политическом лексиконе Московского государства и русских княжеств до этого именовали только ханов Золотой Орды. Официальная традиция русская не знает слова «хан». В летописях правителей Золотой Орды и последующих ханств они именовались только царями. И поэтому Иван IV принимает этот титул, именно показывая свои амбиции и свое стремление поставить себя вровень с этими ханами Золотой Орды. Здесь иногда говорят, что царь принял как титул, связывающий его с византийскими кесарями. Мне кажется, что в первую очередь титул царя он принимает именно с политическими представлениями о Золотой Орде прежде всего, о царской власти, о легитимной царской власти Золотой Орды, ханской власти. А у него были вообще права на такие амбиции? Ну, права на амбиции есть у всех. И я считаю, что Иван IV просто реализовал эти амбиции. Нет, я имею в виду, они были подкреплены какими-то там династическими вещами. Насколько легитимен он был в глазах своих современников, как царь? Ну, его приняли. Его приняли, и этот титул прижился, и он употреблялся. То есть, это означает, что это получилось легитимно. То есть, это же был создан земский собор, все на этом он... Вы говорите, как это воспринимало русское государство, русский народ. А вот соседи, конкуренты его, и Запад, и Восток, они воспринимали его как царя? Он же все-таки не царских кровей-то был. Ну, что значит не царских кровей? Он был представителем династии Рюриковичей, которая правила в течение многих веков. Конечно, принимали, а куда они денутся? Они же потом были просто, скажем, западные страны, они просто были в таком, буквально в шоке, что вдруг, откуда ни возьмись, на просторах Восточной Европы появилось такое сильное, достаточно эффективное государство. И поэтому как раз и появились потом масса путешественников, которые ставили свои задачи понять, что это за государство, что с ним делать, воевать или торговать, дружить или враждовать. И как раз середина XVI века, это как раз тот самый переломный момент. И они просто никуда не могли деться, они были вынуждены, все соседи, принять этот титул. Ну, и, наверное, последний вопрос такой. В разработке идеологии захвата Казанского ханства принимали участие представители Русской Православной Церкви, в первую очередь. Можно ли войну, войны между Казанью и Москвой и последний поход русского государства в 1552 году назвать религиозными войнами? В какой-то степени да, потому что большую роль в подготовке этого похода сыграл митрополит Макарий, который являлся личным духовником Ивана IV, и, можно даже сказать, одну из ключевых ролей в этом походе сыграл митрополит Макарий. И при этом этот поход перед его началом, в 1552 году, он официально провозглашался как поход против неверных, поганых мусульман, в первую очередь. То есть он именно провозглашался российской стороной, московской стороной, как поход религиозный. Причем не только религиозный, а поход религиозной мести. Потому что была такая формулировка, митрополит Макарий обращался к войску перед этим походом со своим посланием, и в нем есть фраза о том, что нужно отмстить безбожным басурманам за безвинно пролитую кровь христианскую. То есть речь идет именно о религиозной мотивации. Хотя за этим мы, конечно же, видим и экономический интерес, и политический интерес. То есть это, конечно, многослойный поход, но официально он был провозглашен именно как религиозный. То есть в какой-то степени мы можем его рассматривать как крестовый поход. Короче, все как всегда уж. Ясно. Большое спасибо за интересную беседу. На этом наша передача завершилась. Всего доброго. До свидания.